Очередное видеосовещение, которое провел в субботу глава Чувашия, было посвящено выполнению программ по жилистному строительству и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Специалисты прогнозировали спад темпов строительства жилья в этом году в процентном отношении на 13. Главными причинами называют снижение покупательского спроса и резкое сокращение строительства индивидуального жилья. Снижение покупательского спроса повлияло на замедление темпов строительства многоквартирного жилья. Результаты работы с начала года оказываются на снижение объема жилищного строительства. За январь и октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижено объемом в целом на 18%. Что касается переселения граждан из аварийного жилья, то к 1 сентября 2017 года программа в республике должна быть выполнена в полном объеме. Российский фонд реформирования ЖКХ готов выделить республике 323 миллиона рублей на завершение программы. Все проблемы должны оперативно решаться. Жители республики не должны быть крайними, отметил глава республики. Это государственная программа, коллеги, друзья, аварийный жилищный фонд. У нас нет проблем в выделении земель, у нас нет других проблем. У нас есть процедура вообще выкупа готового жилья на рынке и на первичном, и на вторичном. Михаил Игнатьев подчеркнул, разные муниципалитеты решают проблему переселения по-разному. К примеру, в Московской области для переселения граждан не только строят новые дома, но и покупают квартиры на вторичном рынке. Такая возможность предусмотрена законом. Выгода очевидна. Не нужно искать подрядчиков, не нужно согласовывать проекты. Надо использовать любые законные варианты. Ведь современное выполнение программы позволит создать республике репутацию надежного партнера и поможет привлечь в Чувашию новые федеральные средства.